Без чего не следует даже и браться за гимнастику для лица? Ответов множество. Без умения пить воду, без грамотной диеты, без работы с осанкой, без работы с шеей. Но если не брать так глобально, и если, допустим, вы все это уже делаете, ваше тело красиво, ваша осанка такая, знаете, и в статике, и в динамике прекрасная, здоровая, вы прекрасно питаетесь и пришли к фейс-фитнесу за тем, чтобы улучшить качество своих мимических мышц, жевательных мышц своей кожи, то в этом случае не браться за гимнастику для лица. Я рекомендую в том случае, если вы не проработали так называемые рамочные мышцы. Так называемые мною. Не спешите гуглить, что называется. А что значит рамочные мышцы? То есть то, что как рамка обрамляет наше лицо. Это и надчерепная мышца, лобная брюшка, затылочная брюшка, надчерепной. Далее, жевательные мышцы, большая вот здесь вот височная мышца, очень-очень большая, очень массивная, серьезная, переходящая от нее, по сути, как бы вниз, через косточку, через сухожилие, жевательная мышца, поверхностная, жевательная. Далее, латеральная крыловидная, медиальная крыловидная. Вот столько всего на нашем лице, и эти мышцы являются скелетными. То есть они как по типу скелетных крепятся двумя своими концами к костям. Я про жевательные мышцы имею в виду. И работать с ними лучше всего методами постизометрической релаксации, потому что эти мышцы зачастую находятся в состоянии либо напряжения, либо просто в состоянии наличия большого количества триггеров. То есть таких точек болезненных, уплотнений, которые в какой-то момент могут выстрелить. Вообще совершенно по-разному совершенно, но могут и не выстрелить. Но при этом будут мышцу, как бы, знаете, портить ее тонус, портить ее функциональные способности. И нередко я замечала на массажах, когда с людьми работаешь, что вот эта вот мышца жевательная, которая, если ее потрогать, особенно у детей, она такая, знаете, наполненная, пышная, она у многих людей бывает похожа на кость, либо на очень тонкую ленту, такую не очень приятную. То есть ее найти-то как бы достаточно сложно бывает. Особенно если, допустим, укорочен, уже нижняя челюстная дуга укорочена, угол нижней челюстной дуги спрятан, да. Ну, в общем, давайте я вам покажу парочку упражнений и по технике постдизометрической релаксации, которые помогут стартовать гимнастику для лица наиболее эффективно. Но на моем канале обязательно посмотрите видео с массажем для головы, массаж, работа с апоневрозом, да, с надчерепной мышцей. Обязательно посмотрите все базовые техники проработки каждой отдельности мышц. Это височная, это жевательная, это медиальная крыловидная, латеральная крыловидная. У меня все эти техники на канале есть. Поэтому на канал мои подписывайтесь. Уже сейчас ставьте лайк этому видео, потому что оно будет для вас полезным. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все остальные видео, которые будут выходить. А выходят они у меня регулярно. Ну и еще минутка рекламы. Если вы хотите работать со своим телом комплексно, с телом, с лицом, с шеей, то приходите ко мне в конструктор красоты. Там я даю максимальный объем информации с минимальной затратой времени для вас. То есть даже самые занятые найдут возможность сделать гимнастику для тела, гимнастику для лица и упражнения для шеи. Что ж, давайте приступим. Для начала легкий-легкий разволокняющий массаж такой вот по неврозу. Но я еще раз скажу, что у меня на канале есть видео, которое позволит вам понять, что же мы здесь вообще делаем и поработать чуть более комплексно. Пока просто расслабьте лицо. Для того, чтобы мимики вообще на вашем лице не было, в этом случае надчерепная будет более податлива. И вот таким вот образом не елосьте пальцами по волосам, а просто подвигайте скальп в разные стороны. Хорошо. Далее. Мы поработаем сейчас с вами с ушами. Каким образом? Зачем мы поработаем с ушами? Это такая, можно сказать, отдаленная работа с латеральной крыловидной как раз. Посмотрите. Два пальчика. Большие пальчики стоят за ухом. Здесь по два пальчика, опять-таки, две ручки, точнее, я хотела сказать вначале, по два пальчика начинают работать на размягчение хрящика. Все, таким вот образом мы ушко теребим. Здесь еще раз подставка. Тут оп-оп, такие выминающие, мягкие движения. При этом я попрошу вас вот таким вот образом не скручиваться. Конечно, шея длинная. Все максимально комфортно и удобно. Лучше всего работать сначала с одним ушком, потом с другим. И всегда улыбайтесь. Это лучшая гимнастика, которая только может быть придумана для ваших мимических мышц. Далее. Второе ушко. То же самое. Я уверена, что вы сразу же почувствуете, насколько отличается отработанное ухо от неотработанного. То есть, когда переходите на неотработанное, оно такое жесткое сразу же по ощущениям. То есть, то вы вроде бы подразмяли. В ушах кроется очень много напряжения, несмотря на то, что казалось бы, что тут хрящик-то хрящик, да? Но вот здесь тоже у нас красота лица спрятана. Еще немножечко. Вообще, когда работаете с ушами, с кончиком носа, представляете пластилин. Пластилин сначала твердый, потом смягчается тепла ваших рук. От вашей мягкой работы. Поэтому не нужно давить, тянуть, рвать. Нужно просто работать мягко, нежно, аккуратно. Хорошо, отлично. Далее. Посмотрите, вы встаете в слуховой проход большим пальчиком. Указательным крючком встает около козелка. Козелочек это такая выступающая вот здесь вот косточка. И вы почувствуете, как немножечко даже указательный вот здесь вот проваливается, да? Район височно-нижно-челюстного сустава. И вы начинаете тянуть ухо. То есть, тянуть. По диагональке туда. Вдох и выдох. Потянули. Теперь ровно, четко назад. Вдох и выдох тянем назад. Назад и немножко в сторону как бы. Поменяли пальчики. Указательный пальчик в слуховой проход. Дальше снизу. Сделали вдох. И повесли. Но не чисто ухо, мочку уха оттянули, да? А у вас все-таки в слуховом проходе стоит указательный пальчик. Отлично. То же самое с противоположным ухом. Совершенно точно могу сказать, плечик опускайте вниз. Совершенно точно могу сказать, что слух с возрастом ухудшается по причине нефизиологических изменений. Сейчас объясню. Итак, вдох на выдохе тянем по диагональке наверх. По причине изменений в височно-нижнечелюстном суставе и в группе жевательных мышц. Поэтому, если вы делаете гимнастику для лица, вы очень классно помогаете себе дольше сохранять красивый голос, дольше сохранять четкий слух и дольше сохранять острое зрение. А еще острый ум, кстати. Хорошо, потому что воздействие идет и на ЦНС. Теперь в сторону и назад. Как бы как-то в сторону и назад, да? То есть немножечко потянули назад и с желанием как будто бы ушко оторвать. Да, еще немножечко. Все это на выдохе. Ухо отработанное горит, наверное, да уж? Это хорошо. Поменяли пальчики. Вдох и вниз выдох. Хорошо. Хорошо. Теперь вытянулись, выпрямились плечики в стороны вниз, через затылок наверх. И мы с вами начинаем выдвигать вперед нижнюю челюсть без щелчка в височно-нижнечелюстном суставе, без какой-либо боли. Буквально на сантиметр вперед. Рот немножко приоткрыт. А теперь ручку подставили таким вот образом. Челюсть желает выдвинуться. Рука не дает 2 балла из 10 давления. И мы задерживаемся на пике вдоха. То есть делаем вдох. И на верхушке вдоха задерживаемся на 15 счетов вот в этом напряжении. Вы делаете, я скажу, не должно быть гипернапряжения ни в коем случае. Затылок тут не трясется, вы не выдвигаетесь. Вот так вот. Только челюсть. Оттянули вниз. Немножко выдвинутую вперед челюсть. Теперь сохраняете положение выдвинутой немного вперед челюстью и опущенной. Опущенной выдвинутой немножко вперед челюсти. И ставите костяшечки вот сюда, на район. Это височная, которая большая, про которую я говорила. И нам нужно пройти три вектора. Три вектора мы будем проходить вот так вот. Такими вот, если видно, да? Такими тремарящей рукой, дрожающей рукой. Легкое дрожание в руку. Наверх. По диагонали. И назад. Зачем дрожание? Это лучше помогает включить и расслабить мышцу. Потому что когда мышцы дрожат, это кому-нибудь нужно, да? Когда мышцы дрожат, они молят центральную нервную систему о том, чтобы послать сюда расслабление. Итак, три вектора. Сюда, сюда, сюда. Прорисовали. Хорошо. Сам висок сильно давить не нужно. Вообще сильно давить здесь не нужно. Углубились в ткани и прошли. Должно быть приятное ощущение тепла сейчас в районе височных. Это отлично. Теперь сюда же ручки ставим, плечи опускаем вниз и начинаем делать вот такое вот движение мягкое, разминающее, массажное. Рот может быть приоткрыт или закрыт, как вам удобно. Просто расслабьтесь, просто массаж. Чудно. И последнее упражнение, которое я сегодня покажу, это работа с жевательной поверхностной, жевательной, постизометрическая тоже. Мы с вами открываем рот. Не слишком широко. В пределах комфортной для вас амплитуды раскрытия. Два пальчика ставим на нижний ряд зубов. И на пике вдоха, на вдохе точнее мы пытаемся рот закрыть, руки не дают. На пике вдоха остаемся в напряжении. Напряжение стараемся направить вот сюда, в район жевательных. Жевательные легко найти. Если вы пожуете, то желваки начинают уходить. Так называемые желваки, да? Хорошо. Задерживаемся на 15 секунд. После этого делаем такой расслабляющий выдох, сбрасывающий все напряжение. И позволяем челюсти открыться туда, куда она хочет. Руками ее не тянем, но руки собственным весом висят. Угу. Итак. Руками ее не тянем. И в раскрытии просто подышите, повисите столько, сколько вам хочется. Я уверяю, что вы почувствуете такое, знаете, глубокое расслабление и немножечко счастья. Потому что выделяются и дофаминчики, и серотонинчики. Вы собой довольны, когда поработали, когда что-то сделали. И вообще, на самом деле, гимнастика для лица, она поднимает настроение. Это совершенно точно доказано моей практикой. А на моей практике уже большое количество лет преподавания фейс-фитнесов различных. И большое количество учениц, которые окончили мои курсы. Что ж. Вам спасибо. Приходите ко мне в конструктор. Ссылка на него ниже. Обязательно кликайте. Обязательно записывайтесь. Приходите тренироваться. Буду всегда вам рада. Если видео вам понравилось, ставьте им лайк, нажимайте на колокольчик, нажимайте на подписаться. В общем, будьте со мной. Спасибо за внимание. Обнимаю. Пока.